так друзья получается 2 серия мы с вами разговаривали предыдущие о том что я решил словами озвучить статью главного редактора журнала весен садовода александрова серебрика сибирском садоводе в к железове вот это мы с вами уже все проходили так вот и остановились мы на середине я на всякий случай пролистаю чтобы вспомнили о чем шла речь кто-то может и сейчас еще потом вернуться и то что кто первой серии так никогда не видит хотя бы прочитает вот то что во второй серии учите это было давно фотография учебная вот смотрите чем хороши мои фотографии сразу без единого абзаца без единой строчки без единой буквы все ясно как надо садить по железу персики в сибири не укрытые попробуйте укрыть вся эта экзотика плазоносец как ни в чем не бывало даже после 40 градусов я вру бывает 1 2 3 дня терпимо если дольше 40 градусов то бывает пропускают эти вот как называется пропускают урожай но не умирают так вот здесь вот разрыв видите вот здесь я остановился в прошлой серии и так ребрик а железы получается что мичурин видимо единственный работой и судьбой которого по-настоящему заинтересовалась новая власть ему дали деньги помощников создали институт по всей стране развели мичуринцев интересное слово развели а город козлов переименовали благозвучие мичуринск один только калинин приезжал дважды калинин если вот вторым человеком в стране то я жду по крайней мере премьер-министра так и и премьер-министра и президента возили на кубань но она настолько отстала даже от сибири я уже не говорю от более южных стран хотя кубань благодатнейшая казалось бы место настолько отстала что я не знаю почему они там это по моим нашим сибиркомеркам это позорная была поездка как бы там не расселались перед президентом и премьер-министром так а там читаем один только калинин приезжал дважды мичурина издавали и почитали до его столетия в 55 году а там началась первая перестройка и он вместе с лысенькой оказался на помойке его правда не запретили но не издают а только поругивают даже городу не осмелись вернуть славное историческое название института существует но родина по-прежнему мало украшена садами и мичурин моя это помощница и соратница и ученица савинич и леана александровна ездила мичуринск на повышение квалификации вот в общем привезла оттуда сотню фотографий они мне не впечатлили так и мичурин и железов не согласен с теми кто все валит на суровые климатические условия наших краев такое убеждение есть грубая ошибка климат данном случае играет видную роль лишь при неправильном ведении дела вот и самое интересное что вот этот самый откуда начали а вот вот это вот тут это вот цитата из мичурина еще раз мичурин не согласны тем кто все валит на суровые условия вот а вот это вот то что я выделил это значит получается мичуринская цитата лишь при неправильном ведении дела вот так вот как это тоже когда-то войдет во все учебники такой авторитет как николай азыч курдюма написал или произнес в общем это получается попала в эти в интернет попала в эти самые сети его фраза повезло железову то что он живет сибири ну а дальше он рассказывает как наши у нас мороз уничтожает не только деревьев но и вредителей а тут получается вредитель его железо уничтожает а деревьев нет интересно да цитирую дальше мичурин тоже признавал вегетативную гибридизацию влияние подвой на привой вот его это все фактически я повторил за ним не знаю ничего но тогда должны были продолжить вот что а тут сильно перехвалили а потом обратная реакция вы ужас мичурин виноват одной фразы якобы мичурин одной фразы мы не должны ждать милости от природы мы должны взять его уничтожил это все садоводство сельское хозяйство это его приписали вот одна фраза это потом когда эта перестройка и такая мразь вылезла на свет сколько лет они терпели наконец-то гласность помните эту сам самую на мой взгляд по шутку такую главная шутка перестройки что такое перестройка что такое гласность лаять разрешили но поводок укоротили и так мичурин тоже признавал вегетативную гибридизацию влияние подвой на привой он писал например что качество плодов привитых на сеянцевской деревне когда не понижаются напротив многих случаях замечалось улучшение их кабинетным ученым он рекомендовал потрудиться каполировать какой-либо культурный крупноплодный сорт яблони крону взрослого дикого вида яблони например сибирская ягода хо я не знал мне бабушка соседка подсказала иди в тайгу копай сибирки вот они вот не от науки я узнал дождаться а боковым успех какой дождаться плодоношение привоя и вот тогда убедиться явление такого резкого изменения что сорт по полученным плодам совершенно нельзя узнать вот так то же время он заявлял что этим способом нельзя переменить форму строения заведомо нежно иностранного сорта и сделать его выносим к морозу в наших местностях с суровым климатом но тут вот мы разошлись с ним вот тут мы с ним разошлись к сожалению оказалось что никакой я не Мичуринец а все наоборот он говорил что ему дорого обошлось увлечение нашумевший много идеями греля акклиматизации нежных иностранных сортов плодовых деревьев при посредстве подставки морозостойких и слабородствых подвоев вроде сибирской ягодной яблони сибири боярышника и рябины у него пропали тысячи таких деревьев у железа результаты совсем иные естественно что я боярышник рябину до груши не использовал для этого нашлись дикие уссурийские груши результат то ли потому что климат другой то ли потому что Мичурин привал на взрослые деревья а это принципиально а железа он и молодые и вообще считает что старое дерево не хочет принимать молодежь да разница огромная то ли приваемые железовым нежные даже бельгийского происходения лесная красавица успели стать у нас не такими уже нежными тут не спорить надо а разбираться слушатели примерно обратить внимание что азарта желание выяснять отношения у железа в избытке да я боец по гороскопу лев а еще и тигр придачу порой он готов отвергать даже то что в этом не нуждается идет его прекрасный рассказ о лесе как разумно природа все устроило деревья стремятся расти на склонах на холмиках которые образуют сами же корни выдавливают почву и поднимаются с ней сами тогда из корневой шейки все в порядке величины собственно растут на голом песке и находят оказывается без беднейшей почве вполне достаточно питательных веществ а мы все носимся без конца с удобрениями и тут же следует наезд на Мичурина который говорил что культурный сад и лес разные вещи я сейчас скажу что они решают одно и то же по законам природы с какой радостью спорить правильно говорю природа одна растение саду и лесу живут под ним кем же законом а культурный сад и не ухоженный лес это две большие разницы так но в общем не здесь коротком этом разбираться подробнее сомнителен тезис железа садоводство начинается только до 21 веке она уже столько раз начиналась еще в этом веке не раз появится горлопан надеюсь что это не я который отгласит нечто подобное а садоводство продолжается и продолжается пример смесилин должен был показать что мы не вправе смотреть на предшественников тот же шредер которого железа пытался читать но не прочитал несмотря на то что он из далекого прошлого да еще и здание родом а сегодня заслуживает нашу пристальное внимание он ведь и сибирской ягодной яблоней занимался как подвоем и осуждал тех кто режет лишь потому что режет другие и сажать рекомендовал чтобы корневая шейка была повыше вот внимательно смотрите вот посадить это шредер посадить дерево немного повыше признается далеко не так вредным как она слишком глубоко понимаете не так вредным но я я максималист есть корневая шейка только на уровне земли на границе землевозов . вот хотя конечно если ты не знаете корневая шейка саде повыше а в нескольких местах советово как и требовать же садить дерево совершенно на поверхности земли без всякого углубления вот эта книга в 83-м году удостойна золотой медали за лучшее сочинение на русском языке по садоводству и огородничеству если следовать сеногорскому пророку хорошо не в кавычках то бедного садовода надо выбрать между делать все как по железу или ничего не делать делать как пишет книга да лучший вариант это я считаю по железу если не по железу просто посадить ничего не делать так родился феномен сеногорский а делать и третий вариант совсем не надо как пишет книга во первых по железу получит только у самого железа вот прошло с тех пор лет десять до смотрите у меня целая папка по всей россии как по железу и персики абрикосы прекрасно растут папку набиваю набиваете мы все не только уже за мной главных моих клон мы черенки мои семена мои саженцы железа ночью во вторых авторов слишком много среди них немало толковых а классиках мы уже сказали а из современных один курдюмов чего стоит а он например и режет ветки и бороздованием занимается и почкой проевает а железа все этого не признают да железом ничего этого не признают не только сибири где каждая рана смертельно не только в сибири вообще природе третьих мы все доводим мы все доводим мы должны видеть не скалера который послушно идет за учителем даже самым великим не шаг в сторону а личность творческую которые могут только вырасти новыми черен и железа согласен но только ребята и только александр сеч только по законам природы закон природы нет ни одна лишняя этого ветки у дерева нет ни одной лишней почки у дерева нет ни одного лишнего листика у дерева так значит про это я пропускаю про это пропускаю знаете почему почему Потому что когда человек начал продавать саженцы раньше, чем вырастил первый из них, а уже продавал, это меня так смущает, что даже мои слова в адрес меня, значит, мне все это не нравится. Великий железо великий в своих противоречиях. Но вот за слова великий я особо благодарен. Ему, как он уверяет, принадлежит три мировых рекорда по колонным яблоням, по росту, урожайности. А что, с тех 10 лет прошло, и никто не опроверг вот это. Шестиметровое дерево, никто не опроверг. Называет Баргузин и КВ чудом чудес. И тут же отвергает колонновидное, как некто, недоразумение. Да, отвергает на территории России. Это все как экзотика. Вот. То есть, пожалуйста, 3-5 яблочек вас устроит. И за этим мировым рекордом стоит куча неудач. В среднем, если собрать все яблоки и все эти, которые деревья вырастил, вот, получается, что тут одна рекордная. Ну вот. А если брать в среднем, то она не превышает средний урожай обычных яблок. Вот поэтому. Он объявляет себя единственным средним борцом с клоновыми саженцами. Да. Объясняю, что не пройдет тем, что клон 100% копия. Вот. На практике двух одинаковых не бывает. Наука молчит. А мы производим негодные... Это он меня цитирует. А мы производим негодные саженцы. Следующая цитата. Микроклонирование дает совершенно иное растение, которое под влиянием условий изменяется. И тем не менее ему надо внимать. А чтобы понять, задать, вать вопросы. Видите, вот то, что я говорю, спорное. Вся наука занимается микроклонированием, а железо говорит тупик, полный 100%. Где эти взрослые, их производят, людей все дохнет, производят, дохнет, производят, дохнет. Тьфу. И тем не менее ему надо внимать, а чтобы понять, задавать вопросы. Уверен, что я не могу заставить его нести коррективы, свои выводы. Порой слишком категоричны. Пока ни одного случая, чтобы меня кто-то в чем-то переубедил. На фактах. Вот. Уступление железо хочется слушать еще и потому, что он благодарно упоминает своих великих предшественников и живых соратников. Байкалова. Боднар. Байкалов на том свете. Боднар, он на том свете. Дускобилов. Чернобаев. Сельская кассия. Латинкова из Челябинска. Латинков сегодня в тяжелейшем состоянии на аппарате искусственного дыхания после двух операций. Горновулова. Бродского. Мараховскую. Распопова. Сергеева. Чернышова. Саратова. Чернышова на том свете. Чугоева и Смоленска. Чугоев тоже в райском саду работает. О каждом из них Варяка Васильевич говорит много похвальных слов. Отмечает их вклад в развитие сельского северного садоводства. Обидно, что остаются они востреблены замечательные сорта абрикоса Байкалова, кто пережив уже несколько тяжелых операций, броски отправляются в экспедиции, чтобы спасти и пустить в люди абрикосы, персики, яблони из забытых уходящих небытия садов, разбросанных по Приморью. Вспоминается, что в 29-м году Мичурин организует комсомольскую экспедицию в Уссуриевско-Амурскую тайгу за образцами семян северных кожевых растений. Винограды, лимонники, коктиньи, яблони, груши, голубики, смородины. А тут некому помочь. Как-то зимой Бродский написал про свое жилье президенту. Пришла весна, пришли девочки, весна, подчеркиваю, весна, пришли две девочки с головой правой. Говорят, так у вас тепло, а президенту написали, что замерзаете. Так вот, в каждом из этих двух замечательных садов, да и что-то другая соратника Железова. Для них он безусловный авторитет, но они не повторяют во всем его, у них свои приемы и подходы. Если Железово принципиально ничего не укрывает, то Чернобаев мастер ухранного персика по определению Курдюмова. Уверен, что даже Сергей Валерьевич Железов, наследник и ученик, это сын, не во всем следует предписаниям отца. Значит, у каждого садовода еще хотя бы один путь, кроме трех очерченных Железов. Железов справедливо считает, что живучее дерево и его благополучие во многом зависит от правильной посадки, от того, не заглублена ли корневая шейка. Фото мое. Он противник классической посадочной ямы, в которой неизбежно проваливаются растения, и шейка оказывается глубоко засыпанная, коран на дне начинает гнить, а дерево чахсует. Он, может быть, первым заметил, что тот же процесс происходит даже с сеянцами. Если семена, косточки были заглублены не на 1-2, а на 5-7 сантиметров. Вот еще раз полюбуйтесь. Вот. 21 век. Фильм. Я показывал на других материалах. Доктор наук садит глубокую яму, дерево, ладно, яблони, но еще и грушу. Вот, что будет с его грушей. Он явно кабинетный ученый, но пришлось одно дерево посадить ради публикации. Он против классической посадочной ямы, в которой неизбежно проваливаются растения, и шейка оказывается глубоко засыпанная, коран на дне начинает гнить, а дерево чахнуть. Это я повторяюсь. Тот же процесс происходит даже с сеянцами, если семена косточки были заглублены не на 1-2, а на 5-7 сантиметров. Он прав, когда говорит, что сеянцы живут дольше, чем привык к почке, дольше, чтобы привык к почке укорачивать жизнь дереву. Вот. Сейчас посмотрим, сколько тут еще осталось текста, потому что когда-то оно кончится. Вот. Немножко сокращу. Немножко сокращу. На днях мы анонсировали статью Сусова. Обрезка – это главное, опубликованное в журнале «Сады России». А железо категорически против обрезки. Противоречие явно диалектическое. Я тоже небольшой сторонник, грубо вмешательство из растений. Меня не восхищает даже бонзай. Есть исключения, когда железо за обрезку. Например, дерево должно стелиться под землей. Это я так, одно из моих этих требований. Обрезка ради этого. Дерево должно стелиться под землей. Меня не восхищает даже бонзай. Кстати, бонзай – это такую издевательность. Я бы руки обрезал тем, кто бонзай делает. Недавно готовый китайский номер журнала «Вестник садовода» нашел единомышленника в лице поэта Ай Цин. Он тоже считает, что это не что-то иное, как искусство издевки над слабым. Искусство насилия, искусство колечия гнуть. Ну вот видите же, елки-палки. Не я один такой. Поэт Ай Цин. Его уже на свете нет. Не я один такой. Искусство издевки над слабым. Думающие садоводы все трезвее относятся к обрезке. Не случайно вышедшая 10 лет назад в книгах Курдимова была названа формировка места обрезки. Лишние раны дерева ни на жире, ни на севере, ни на юге. И все же, это мое влияние, кстати. И все же, в саду у противника обрезки Железова нет, пожалуй, ни одного дерева со здоровым штаммом. Он вроде и не режет, и сажает правильно, штамбы безобразные. И на юге, и на западе, где часто режут и лишние, даже большие раны зарастают, и плохой штамм редкость. Не зарастает даже на юге. Потому что юг, подчеркиваю, понятие условное. Александр Алексеевич, сейчас на юге трещат морозы, и все завалено снегом, но это уже будет другой разговор. Сейчас на юге, я, может, не все успею сказать, но это скажу. Пришел 2021 век, февраль 2021 года. И в это время, сейчас замерзает Америка. Замерзает уже это самое. Снег на полюсе, снег в Мексике, снег в Конго. Снег заваленный, мерзнет вся Западная Европа. Вот. Практически все страны. Дальний Восток у нас. Америка с той стороны океана. Все. Сейчас идет уничтожение всего, что резали. Понимаете? Вот ради этого только. Все, что резали, резали, резали. Сейчас это все уничтожается. Природа берет свое. Вот. Посмотрите, какие будут цены на эти, если они будут. И сейчас у меня уже моргает этот самый, что батарейка садится. Но самое главное успел сказать. Приехали. Вот. Пусть я даже не, все не, не, ну, моргает, сейчас остановится. Но я вот это успел сказать. Для меня понятия красоты нет. Есть целесообразность. Вот. Про это можно пропустить. Потому что моргает батарейка. Вот дерево, на котором нет ни одной раны, кроме привычного шва. Верный совет от Железова. Вдруг успею. Не доверяйте себе по печатному делу. Обдумывайте, взвешивайте, проверяйте. Не умеете обрезать, лучше ничего не трогайте. Вот. Второй вариант, если не умеешь. А третий по книгам. Никогда. Меньше пересадок. Каждый из них укорачивает жизнь растений. Ослабляет, уменьшает, умиростойкость. Приобретайте сами столько хороших садоводов. Из верхних рук. Практически все плодопитомники, предатели. Вот. Своих садов нету. Остались только это, где-то чуть-чуть. А остальное все перекупщиками стали. Требуйте у продавцов. Около двухсот плодопитомников используют свои фотографии. Спросите, где их сады. А это огромное количество, около двухсот. Дикое, невероятное. Это вся Россия. Так. В нашем питомнике. Так. Пребуйте, чтобы на корневой шейке саженца была, как мы делаем в нашем питомнике. Метка указывающая, какой стороной саженец смотрел на юг, чтобы так же посадить на новом месте. К любому моменту становится запись, на всякий случай. До свидания, друзья. Но, продолжаю. Сажаем только на холмик. Находим чистую плодородную почву и засыпаем корни. Никаких этих самых в ямку добавок. Никаких. Если в земле процессы гниения, если земля стерильная, фактически, вот только такая земля и может служить вам для посадки. Чистая. Престольные круги заложаем. Лучше овсяница, которая с кашем. Овсяница, это, ну, тут недоразумение. На тот момент это, может быть, от ребрика чуть-чуть досталось. Это полиция побегоносная. Размножаем только прививкой черенком. Идеально взять нижнюю часть побега. Да, идеально. Способом олучшенной капулировки, как можно ближе, как можно ниже корневой шейки. Это принципиальный момент, в качестве которого предпочитаю сибирскую ягодную яблоню. И что бы ни было, все равно ниже. Не выгребайте листья в саду, дайте возможность сгнить и кормить растения. Под кронами деревьев не копать. В каждом саду должна быть рябина, хотя бы для того, чтобы в случае богатого рожая получить предупреждение о предстоящей сыровой зиме. Ну, не обязательно, но это. У меня есть. Дети должны растить в саду. Примите к сведению. Раннее вступление в плодобношение. Это не только радость, но и предупреждение о непродолжительной жизни растений, которые торопятся продолжить себя. Запомните, это я от себя добавляю. У деревьев должно быть детство. Никаких методов приближающих плодобношений. Комедитечение это не болезнь, а показатель борьбы растения с болезнью. Все лекции, видеоуроки дальше идут. Вот они. И подпись Александра Ребрик, главный редактор журнала. И вот, к сожалению, вы в этом записи не сможете все это открыть. Посмотрите, сколько я на его письмо сделал фильмов, доказывая свою правоту. Правильно он написал? Неуёмный Железов. Он есть неуёмный. А вы набираете садовод Валерий Крисович Железов, и вы окажетесь в удивительном краю. На тот момент смотрите, сколько было создано фильмов. А сейчас всего 1500 с чем-то. Всё-таки последние годы идут под знаком того, что телевидение перестало приезжать. Учёных не дождался и сказал себе, я, Железов, расскажу всё, что знаю. Я ответил на тысячи вопросов, полторы тысячи только в фильмах. 400 с чем-то статей, а может уже 500. Фактически Иван Алексеевич сегодня жив-завтра нет. Так, поэтому я просто-напросто фактически подвёл в итоге. Можно назвать этот самый последний поклон от садовод до Железова. А, а нет, официальное название же есть. Как он там называется-то? Сейчас, 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 сейчас. А, нет, это надо было отсюда выйти. А вот отсюда, получается, если назад вернуться, название фильма, главный редактор в сибирском садоводье. Ладно, последний поклон. Торопиться не будем, вот ещё поживу. Всё, друзья, до свидания. Вот, Иван Алексеевич, ой, Александр Алексеевич, спасибо вам. Единственный, такой весомый, авторитетнейший московский журналист. Вот, обратил внимание на Железова, потому что когда я приехал с семинарами в Москву, два семинара провёл. Потом писали восторженные поклонники Железова, поставил садовую москву на уши. Я горько вздохнул, узнав об этом, что я поставил на уши, потому что никого я на уши не поставил, Москва меня не заметила. Вот, потому что остальные журналисты, остальных изданий, кроме ребрика, на мой семинар, даже на полчаса не появились. Меня нет, и боюсь, что никогда не будет сейчас интернет исправлять. Положение делал, но теряется, это страшная вещь, теряется интерес к садоводству. Вернуть его могут только дети, и чем я сейчас занимаюсь, и об этом уже нам очень много. У меня вебинар 116, 17, 18, посмотрите, там как раз о том, что я начал учить детей с помощью своих сторонников. До свидания, друзья. До новостей заканчивается вторая серия. Фирма под названием «Главный редактор» журнала «Вестник садовода» Ребрика, Сибирском садоводе «Жальзы». И вам последнее спасибо за публикации. Вы уникальный человек, вы меня называли уникальным, я вас называю уникальным. До свидания. Продолжение следует... «Главный редактор» Уникальный брак и вы ironic Симонetus